Я в эфире и ждем людей, когда присоединятся. Пока мы ждем людей. Сейчас я посмотрю, как идет моя трансляция. И так как у нас работа командная, я кину чат ссылку, чтобы люди присоединялись и поделились с моей трансляцией. Так, один человек подсоединился. Я веду с двух смартфонов, с двух аккаунтов. Приветствую всех, друзья. Тема сегодняшнего стрима нашего будет «Отличаются бедные люди от богатых людей». Ждать мы никого не будем. Я выделила для себя несколько пунктов. И первый пункт. Бедные много смотрят телевизор. У меня, как ни странно, дома вообще нет телевизора. Просто вот его совсем нет и все. У меня родственники удивляются, у меня родители удивляются. Как ты живешь без телевизора. Вот так вот. Все есть в интернете. И поэтому, если я захочу посмотреть какую-то передачу или фильм, я просто включу интернет и буду щелкать каналы в интернете. Зато у меня пять компьютеров, несколько планшетов и смартфонов. Богатые люди стараются быть на телевидении, но не смотреть его. Ваш смартфон – это ваше телевидение. Вот сейчас вы меня смотрите. Считайте, что меня показывают по телевизору. Второй пункт отличия богатых от бедных людей – это бедные люди питаются фастфудом. Кстати, я не представилась. Представлюсь, зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. В интернете меня знают, как Ирина Агапова. И я занимаюсь интернет-бизнесом с 2013 года. Бедные люди питаются фастфудом. Богатые люди ходят в рестораны и готовят дом самостоятельно. Либо у них обслуживает, например, кухарка, домработник и так далее. Напишите пункты, чем отличаются богатые люди от бедных. Ну, дикая ревность накрасилась. Мы сейчас обсуждаем тему, чем отличаются бедные люди от богатых. А косметику обсуждать вы можете поискать другой стрим и можете там пообщаться по косметике. Дальше, третий пункт. Бедные покупают одежду и продукты на скидках. Многие люди ходят, например, по рынку и ищут, где дешевле. Либо смотрят, например, приходят в ресторан, либо приходят в какой-нибудь магазин и смотрят, читают справа налево, как арабы. Сначала смотрят цены, потом смотрят ассортимент. Я прихожу с корзинкой и все складываю в корзинку. Я не смотрю на цены. Дальше. Четвертый пункт. Они стараются растянуть деньги, которые у них есть. Например, человек работает по найму, он получит зарплату и откладывает на коммунальные услуги, на скидки, на продукты и так далее. На какие-то развлечения. Бедные. Это так делают бедные люди. Богатые люди стремятся приумножить свои доходы. По законам Вселенной 10% своих доходов надо отдавать. Когда я об этом говорю, отдавать очень важно. Я тоже отдаю деньги либо своим родителям, либо я каждый месяц со своим мужем жертвую фонд помощи детям. У нас есть свой фонд, не мой личный, а в проекте, чем мы занимаемся в Whole World. Есть свой благотворительный фонд. И мы туда, когда появится новый ребенок на сайте фонда, мы жертвуем туда. Должен 10% отдать. Должны инвестиции. Преумножают свои доходы. Конечно, не впервые. Например, у нас очень сильно растет. В свое время я купил, стоил 600 долларов. Тысяч с чем-то. Доходы выросли. Третья 10% своих доходов вы должны откладывать на свою пенсию. То есть я не верна трудовой книжке. Трудовая книжка у меня есть. У меня 8 лет стажа. Я работала педагогом. И я раньше работала парикмахером. То есть какая-то пенсия мне будет. Но до 60 лет я не согласна свою жизнь тратить и откладывать несколько процентов вот этому пенсионному фонду, который мне будет потом в старости выплачивать пенсию. Может, я не живу до пенсионного возраста. Ну, конечно, об этом не надо думать. Но очень многие пенсионеры не доживают до своего пенсионного возраста. Поэтому лучше откройте себе вклад, считайте, что это ваша пенсия и откладывайте туда 10%. Если экран мерцает, сейчас у меня идет другая трансляция. Сейчас я зайду на этот канал и под своей трансляцией кину вам ссылочку. Переходите. Не знаю, что уже перезагружали этот смартфон. Ссылку кинул. Другая трансляция. С новым этим смартфоном. Дальше. Четвертый пункт. Поддержаться на плаву, как я вам рассказывала. Заплатить иммунальные услуги, заплатить, например, кредиты, которые они берут. А богатые работают над собой и инвестируют в свои мозги. Я 4 года обучаюсь интернет-бизнесу. Посещаю какие-то тренинги, вебинары, постоянно слушаю тренинги миллионеров и меняю свое мышление. То есть надо мыслить как миллионер. И нужно постоянно работать над собой и идти выше. Пятый пункт. Бедные люди очень интересуются спортом. Заметили? Может быть, это вас касается. Кто любит футбол, например, биатлон, хоккей и так далее. Приходите с работы, купили пивасика, садитесь на диван и начинаете щелкать телевизор, искать спорт. Вот замечено было, что бедные люди очень интересуются спортом. Шестой пункт. Бедные люди винят окружающих в своих неудачах. То есть виновата у них общество, путь, государство, кошка, соседи, морская свинка. Родственники, соседи все виноваты кругом, только не они. То есть винят всех. Вот кто присоединился и мерцает экран, ссылочка выше. Переходите на другую трансляцию, там нормально видно. Дальше седьмой пункт. Бедные не имеют денежных накоплений. Я вам только что рассказывала, что откройте себе какой-нибудь пенсионный вклад, даже в том же Сбербанке или Альфа-банке. Ну, коммерческим банкам я не очень доверяю. Ну, Сбербанк или Альфа-банк считается государственным банком. Откройте там себе вклад и кладите туда хотя бы по 100 долларов в месяц. Вот 100 рублей в день можно откладывать. Поставьте плюсики, кто может откладывать 100 рублей в день. И поставьте минус, кто не может себе позволить отложить 100 рублей в день себе на пенсию. На 30 дней умножаем, получается 3000 рублей в месяц вы можете себе отложить. Вот 10 месяцев это 30000, 12 месяцев это 36000 рублей. Поставьте плюсики. Вот Барри поставил плюс. Кто не поставил плюс, значит я считаю, что вы не можете отложить себе 100 рублей в месяц. То есть 100 рублей в день. Поставьте плюсики, кто может отложить 100 рублей в день. Ну, вот люди у нас не могут откладывать. Дальше, восьмой пункт. Прича бедных от богатых. Бедные берут кредитные займы на бесполезные вещи. Вот. Плазменный телевизор за 60000 рублей. И она его практически не смотрит, потому что у нее не хватает времени. Она проводит на работе. А телевизор у них просто стоит для мебели. Зато это понты, это круто, как она считает. И вот 60000 они взяли в кредит, теперь они выплачивают. Дальше, девятый пункт. Бедные люди заводят много детей в раннем возрасте. В 18-19 лет, когда еще карьера не построена, рожают первого ребенка. Потом денег не хватает. У мужа и жены начинается ругань. И семьи распадаются именно из-за нехватки денег. Это первый или второй пункт, из-за чего распадаются семьи. То есть, делайте карьеру. Ну, конечно, не в 40, не в 50 лет надо рожать первого ребенка. До 30 лет. И хотя бы вот с 20 лет надо менять уже свое мышление и мыслить как миллионер. То есть, почитайте про резидуальный или пассивный доход. Пока вы ходите на наемную работу, вы ничего не заработаете. У вас будут деньги только утекать как вода. А то, о чем я вам рассказала, инвестировать, отдавать и откладывать, и строить свой бизнес, то тогда у вас все получится. А богатые строят карьеру, а потом уже вот на Западе рожают детей. Дальше, десятый пункт. Бедные нерегулярно посещают врачей. Богатые следят за своим здоровьем. Кто присоединился, добро пожаловать. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И тема сегодняшней беседы нашей. Чем отличаются богатые люди от бедных. Дальше. Бедные люди тратят деньги прежде, чем зарабатывают их. Ну, вот о тех же кредитах. Быстро деньги, например, идут, быстренько потратят, а потом несколько процентов в день и надо отдавать уже тройную сумму. Вот у нас есть такой партнер, который взял машину в кредит. И постоянно этот долг растет. И он уже устроился на вторую работу, а сейчас еще и на третью. И Света Белого не видит и постоянно выплачивает кредиты. И получается, для себя он не живет. Двенадцатый пункт. Бедные люди окружают себя другими бедными людьми. Если вы хотите разбогатеть, общайтесь с миллионерами, общайтесь с богатыми людьми. Например, если вы хотите стать медиком, общайтесь с медиками. Если вы хотите стать поваром, общайтесь с поваром. Если вы хотите стать миллионером, общайтесь с богатыми людьми. Окружайте себя такими же богатыми людьми. Меня удивляют люди, которые зарабатывают тысяч 15-20 и меня учат, как зарабатывать деньги. Что ж ты тогда сам не зарабатываешь деньги, а меня учишь, как мне зарабатывать? Когда я пришла в сетевой бизнес, меня все родственники, знакомые крутили виска пальцем, говорили, что у меня ничего не получится, что опомните МММ, а вот моя подруга внесла, и она все потеряла, и т.д. и т.п., а у меня получилось. То есть я стала миллионером, купила три недвижимости. Для тех, кто не верит в шапки профиля, у меня закреплен YouTube-канал, можете посмотреть все мои видео, там их где-то 1800 роликов. Кто присоединяется, кому плохо видно, ссылочка выше, переходите по той ссылке, и там лучше видно, то есть у меня с двух смартфонов идет две трансляции сразу. Тринадцатое. Бедные люди никогда не реализуют свои идеи и мечты. Вот когда аж ребенок мечтает с детства? Вот спросите у ребенка, у трехлетнего, у четырехлетнего, какую машину ты хочешь? Он скажет Mercedes, Bentley и т.д. Какой дом ты хочешь? Он вам назовет двухэтажный, трехэтажный дом. Они говорят об этом абсолютно уверенно. А что родители им говорят? Можно прожить и без этого. Закатай свою губу обратно. Ведь они так говорят. Нельзя так делать. Они с детства мечтают и в своей голове откладывают свою мечту. И не надо мечты обрезать на корню. Мечтать люди должны. Еще раз повторяю, кто присоединился и кому плохо видно мерцает экран, я поставила ссылочку вверху. Переходите. Там другая трансляция, где хорошо видно. Тоже онлайн идет. У каждого из нас есть 24 часа в сутки. И кто-то использует это время на свое развитие и обучение. Кто-то использует впустую. Я слушаю аудиокниги Роберта Киосаки. Смотрю много людей, миллионеров. Подписано на их каналы. И каждый день по одному-два ролика я смотрю. И меняю свое мышление, делаю выводы. Ставлю большие цели. Три квартиры у меня уже куплено. Я хочу объездить весь мир. И у меня большие планы. Вот я в этом месяце поставила планку 370 тысяч рублей, чтобы у меня выходило. В следующем месяце я ставлю себе планку 400 тысяч рублей в месяц. Я буду идти к этой цели. Я знаю, что у меня получится. Потому что я очень упертый человек. Кто пускает лаки, тот остается в своей зоне комфорта. Ходит на наемную работу. И последний пункт. Бедные считают, что другие должны им помочь добиться успеха. Меня очень часто слышу. Кто бы мне помог? А мне кто-нибудь помогал? Почему? Я добивалась. Шла шаг за шагом. К успеху. Не получалось. Вот как ребенок учится ходить. Он падает, встает, опять идет. Идет. Никогда не думает, что у него не получится. То есть поставьте цели и идите к ним. У богатых, когда что-то не получается, это наоборот закаливает. И никто вам ничего не должен. И особенно никогда не просите ни у кого в долг. Я стараюсь не брать в долг и не давать никому в долг. Борис Кулов. Мерцает экран. Вверху есть ссылочка в комментариях на трансляцию. На другую трансляцию. То есть на эту же трансляцию, только с другого аккаунта. Переходите туда. И будем заканчивать. Нас смотрят тут 11 человек, тут 3 человека. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, готовы на них ответить. Пишите ваши вопросы. Вопросов не вижу. Тогда будем заканчивать. Советую вам смотреть мои ежедневные истории. Подпишитесь на мой канал. И посмотрите, как я начинала. Начинала я с общежития. Я жила в общежитии. И через полтора года работы в интернет-бизнесе я купила двухкомнатную квартиру. И через год я еще купила трехкомнатную квартиру. Ставила цели и шла к ним. Чем я занимаюсь, вы можете увидеть по ссылке в закрепленной записи у меня в профиле. И также на моем канале. Все. Всем пока. Продолжение следует...